Сегодня был завершающий день испытаний для участников конкурса педагогического мастерства. Ранее мы рассказывали о представлении визиток и проведении открытых уроков. Чем сегодня занимались учителя и воспитатели, расскажет Альмира Новоселова. Ученики Анны Сергеевой третиклассники успешно защищают свои проекты, над созданием которых работают вместе со своим учителем. О том, как они это делают и для чего это нужно детям, классный руководитель восьмой школы рассказала на публичной лекции. Это один из этапов конкурса педмастерства. Где она участвует в номинации «Учитель года». Еще с детства мечтала работать в этой профессии. Работаю учителем уже 29 лет. Никакого примера у меня не было. Я первая в нашей семье. Но у меня уже есть продолжение. Моя племянница пошла, уже работает молодым учителем. Сын поступил в педагогическое училище, будет учителем физкультуры. Поэтому, можно сказать, я начала династию педагогов. Воспитание – новая реальность. Тема круглого стола для учителей. Высказать свою точку зрения мог каждый участник. Сегодня, кроме всего прочего, школы разрабатывают новую программу воспитания, которая уже с 1 сентября начнет работать в каждой школе. И поэтому вот те вопросы, которые мы сегодня обсуждали, они были посвящены этой теме. Тем временем воспитатели приняли участие в ток-шоу «Год науки. Новые горизонты». Педагоги обсуждали взаимосвязь науки и образование. На этом этапе они проявляют свое умение общаться и импровизировать. Ведь обычные их собеседники – малыши в детском саду. Анастасия Фомина по первому образованию – судебный эксперт-криминалист. Сейчас счастлива, что жизнь сама направила ее на прекрасную профессию воспитателя. Вот уже на протяжении пяти лет работает в «Ромашке». И не хочу ничего менять. И теперь я понимаю, что это моя жизнь, это моя судьба, и дети – это мое все. Теперь у меня не только двое родных детей, у меня еще помимо них есть 25. Ну, тоже сказать можно и родных, которые находятся в группе. То есть меня все устраивает, я получаю удовольствие от своей работы. Тоже воспитатель, но начинающий. Анастасия Глумова на конкурсе участвует в номинации «Педагогический дебют». На публичном выступлении делилась с коллегами своим опытом, как с двухлетними малышами она проводит эксперименты. Делает она это с искренним интересом, проживая простые эмоции и удивления вместе с ними. Мне нравится моя работа за то, что дети благодарят меня улыбкой, за их бесконечный смех, за то, что они рады каждому дню, который мы проводим с ними вместе. Каждый из участников проявил себя на конкурсе и в то же время получил большой опыт. Кто же станет победителем, будет известно 26 февраля на торжественном закрытии.